Девушки отдыхают Пока гонялись за Скайра с магом Иллидан сжирал одного за другим на Сларке Теперь, наверное, дела будут идти без Сларка Понятное дело, Виспа нету Виспа, кстати, Асус Полар сами забанили Решили не давать шансов в Team Empire Показать, как они могут играть на данном персонаже Вполне разумно Висп в составе команды такого уровня Что Асус Полар, что Team Empire Это абсолютный дисбаланс Как там пойдет лотерея Пропрет Виспа, не пропрет Получится, не получится загнобить Это такое уже Собственно, решили идти по доверного По наработанной схеме Команда Empire и команда Асус Полар Ну, Полары выглядят немного поуверенней По первой игре это точно Начали просто Team Empire так, что Минус мораль поймать Вообще не проблема была Там Йоку развалился у нас на легкой линии Тысячу раз, пятьсот миллионов раз умер Always One Offline На Вич Докторе Как дальше играть Ну, теперь Ancient Operation отправляется у нас в баню от Асус Полар И забирают Точнее, отправляют в баню у нас Морфлинга Team Empire Не хотят видеть Фобоса еще раз На морфлинге В сложной В первой игре 100% классно Зашел морфлинг Да, всегда есть вопросы К данному персонажу Типа, мол Какого пса вообще Что за морфлинг Саппорт Но если этот морфлинг Саппорт Саппорт все делает верно Все делает по гайду Там, собственно Это огромнейший плюс Для коллектива Ну и Асус Полар Показали, что на морфлинге Фобос отыгрывает Великолепно Играл бы Фобос Так на морфлинге В каком-нибудь другом коллективе На одной-двумя неделями раньше Для Ди все срослось бы Поинтереснее для него Но Значит не его атмосфера В принципе Возвращение его Очень гармоничное вышло Ну как я не знаю Вышел в магазин И вернулся Тут все свое Все родное Все получается дома Собственно и здесь Так же ситуация была У Фобоса с Нави Спиритбрейкер Для Асус Полар Вот так теперь Для Фобоса решили Игру организовать Полара и Тим Эмпайр Последний пик Рубик у нас в пике есть Магнус у нас есть И Квапа у нас есть Тролль Варлорд фармит Квапа идет Как я понимаю Фармить Либо сложную Либо мидлейн Ну или Магнус у нас будет Для Йоку Такие герои Как Магнус или Шейкер У Йоку даются У нас 100% хорошо Вот Эхо Слемы Крутейшие А Риверс Полярити Вот Йоку тоже крутейшие Энигма Сюда вообще иди Always One Offline Но забирает Энигму Магнус у нас будет Для Йоку Сайван берет Тролль Варлорда Алоха Дэнс Берет Рубика И Резолюшн Будет отыгрывать На Квапе Со стороны команды Асус Полар ФНГ Берет себе Тренд Протектора Или Дан Будет играть на Лине Формящая Лина Скаросмаг на Лиле Скаросмаг на Лиле Лил на Скаросмаге Конечно же И Спирит Брейкер У нас берет Фобоса Скаросмаг на Лиле Как звучит Какая-то Картина Я не знаю Эпохи Ренессанса Гот забирает себе Снайпера в мид И Спирит Брейкер Для Фобоса Ну составчики Суперфункциональные Я думаю тут Экшен будет Вообще нон-стоп И кстати Когда встречаются Данные коллективы Эти два коллектива Или сюда же ПРов Допустим Можно впихнуть Или на Вей Вообще все Все русскоговорящие Коллективы Когда у нас встречаются Между собой Такое своеобразное СНГ Дерби Происходит Постоянно Постоянно Нон-стоп Экшен На каждой Вообще Точке карты Везде Трипла Если идет То Трипла Не дает фармить Не просто дает фармить Своему керри А унижает Хардуи Это прям Вот обязательно Как будто Это главная Вообще цель На самом деле Я может для кого-то Открою секрет Да это главная цель Унижать Кого-то в соло Ну что Гоу Да Да гоу конечно Always One Offline Начинай Окей Все Я отжимаю паузу Поехали Готанстай перейдет В мид Или дан на линии Наверное будет фармить Легкую Как я понимаю Тренд протектор У нас От ФНГ Будет саппортить Лину Скайросмак Туда же И Где наша Сложная Сложная Наша Вот уже Где Фобос Это что Это через ТП Было Как так Быстро У нас Перемещается Фобос По карте Фобос Как я понимаю ТП Сделал Вниз По-быстрому Поставить Варты И бежать Отсюда Чтоб даже Не прочекали Эмпайра Уже Отправили Свой лес Алоха Дэнс Играет У нас На Рубике Always One Of Life Забирает Себе Энигму Резолюшн Опять Будет Отыгрывать На Квапе Прошлая Игра Была Действительно Классная Резолюшн Не считая Двух Главных Фейлов Каких-то Сливов В лейтгейме Там Попробуй Не слейся Ну и Йоку Идет У нас Сложный Поставил Вард Как будто Никто Не видел Еще один Они у нас Йоку Чтобы Вард Его Не Расковыряли Ну и Все Магнус В принципе Сделал Свою работу Но работа Оказалась Бесполезной Опять же Поставили Два Сентрика Ну да Тут Без шансов Как избежать Разрушенного Варда Непонятно Здесь Сентри И здесь Сентри И они Друг на Друга Накладываются В любом Случа Вард Увидели бы Йоку Решил подраться За руну Сразу же Гот Отправляйся На хайграунд Постой Посмотри Как там дела Вот они Сумасшедшие Мувы от Йоку То о чем я говорю То почему Мне нравится Этот герой Просто Отправил На первой же Секунде У нас Года На хайграунд И мне кажется Год здесь Будет стоять Долго ФНГ Отправляется В мид Как передать Курьерам ТП Тут сейчас Еще замучается Вообще Команда Асус Полар Передавать Году ТП Это по моему Невозможно По моему Курьер Не дает Сюда ТП Ну все Ну без Вариантов Вообще Проедать Деревья Или что Делать Непонятно Курьер Сюда Не прибежит Сейчас Сольется От големов Передал Тю Неужели Все так просто Я наблюдал Недавно У нас В азиатской Доте Так там Джаггернаут Простоял До появления Сколько там До появления Курьера Ну вот Собственно Все две минуты И простоял у нас Джаггернаут На хайграунде А здесь Как-то Быстренько Разобрались Год Отправляется На мидлейн ФНГ Тоже с ним В паре На легкой линии Со стороны Команда Асус Полар Стоит Иридан И помогает Ему В этом Лил Играет он На скайлес магии Йоку Стоит Сложный У Йоку Скивер Только потому Что Этот мув С Годом Надо было Организовать Но факт В том Что Резолюшн Немножко По Экспириенсу У нас Будет Обгонять Года И небольшое Преимущество Для Квапы Есть Уже Есть Ну Талисман Здесь У Года Рейсбэнд И Пробустили Его На Танго Год У нас Без Батла А вот Резолюшн Батл Вообще Мастхэв Здесь За Курьером У нас Резолюшн Первый Ну Можно Сказать Первый Фраг Для команды Эмпайр Сделан Хотя Резолюшн Здесь Скорее Всего Отъедет Стоило Ли Это Того Думаю Нет Думаю Не Стоило В любом Случа Резолюшн Муфта Сделал Интересный Вроде Как За Йоку Погнался Тут По Красоте Экшена Убил Курьера А тут Откуда Не возьмись Появился Тренд Протектор Ну И опять По Шрапнелю Куда Там Убегать ФНГ Отправляется Вниз Ну Нравится Убивать Героев Команды Эмпайр Он Отправляется Вниз И Будет Сейчас Как я Один удар Йоку Развалится Йоку Наскьюери Бежать Отсюда И ФНГ Остается У нас Без Фрага 13 ХП Или там 5 По-моему Даже Было ХП Когда Йоку У нас Уплыл Вот Очень Напоминает Муф Иллидана Но это Было В лейт Гейме И там Было Поэпичней Да Иллидан На 5 ХП На Сларке На Замесе На Хайграунде Отвалил У нас Под Фонтан И не Позволил Команде Эмпайр Пропушить Может Даже Где-то Был И переломный В этот Момент Все Что Можно Было Влить В лейтана Эмпайр Влили А результат Это Не Принесло А там Минус Мораль А там Слезки И как После этого Драться Боттл Появляется У Резолюшена На Начало Четвертой Минуты В принципе Неплохо У Года Уже 12 на 3 По Крипам 15 на 5 У Квапы Но не будем Забывать Что Год У нас тут Ёлки Рассматривал Первые Полминуты На первом месте По Крип Статуе Лидан Лина Не должна Подпускать Здесь Йоку Вообще Рейндж Атаки Огромнейший И Лил Здесь Стоит Который Просто Будет Всем Чем только Можно Спамить Спамить У нас По Йоку Хотя бы Получить Экспу Резолюшн За Тауэр На Года Скрим Оф Пэйн И Шадоу Страйк И бежать Отсюда Курьер Как я понимаю Уже Обузится Да Кураном Уже Туда-сюда Бутылку Для Резолюшна Гоняет По карте Йоку За руну Решил Посражаться Можно было По ФНГ Сюда Отправить Но Йоку На этот раз Не решился К такому Экшену На нижнем Лайне Как обстоят Дела У Сайлента Уже 20 на 13 Проигрывает Он по фарму Лини Но в принципе Держится Относительно В топе По золоту Вообще На первом месте У нас Опять Элидан На втором месте Гот на снайпере На третьем Сайлент Ну Сайлент Делит Вторую позицию У нас Вместе С Готом Разгон Пошел На резолюшна Фобос Озверел Бежит С собственного Хайграунда Успеет ли Резолюшн Отсюда уйти Ну может и успеть Хотя и Фобос Тоже наверное По Тауэр Заваливать Точнее не будет Спирит Брейкер Останавливается И уходит У Спирит Брейкера Четвертый С копейками Левел У Йоку До сих пор Второй Половина третьего Мало На пятой минуте Очень и очень мало Олвейс Олвейс Онофлай В лесу У него в принципе Солринг Пока больше ничего Ждем выхода Энигмы Из леса Шестой левел Практически есть Уже Олвейс Онофлай Тут еще одного Крипа забрать Шестой должен быть Да Появляется Шестой левел Для Олвейс Онофлай Надо пойти Похилиться И как-то Блэкхол Блэкхол Где-то Заюзать И там Наверное Уже Йоку Будет получать Шестой левел Так заработать На линии Шестой левел Для РП Просто не видится Мне вообще Возможным Йоку Зажимают здесь На скьюере Йоку Возит с собой ФНГ И это ошибка Йоку отсюда Не должны отпускать Мэджиклон провязал Ну и здесь опять же Ульта от снайпера И с руки нормально Валит Фобос У Фобоса 370 Мувспид У Йоку 365 Не ушел бы При всем желании Эти 5 Очков Мувспида Мувспида Сделали бы свое дело И в итоге Догнали бы у нас Йоку 0-2 Начало для Эмпайра Опять нерадушное Прошлую игру Они начали Со счета 0-4 В файтах Пока что Не участвовала Лина По золоту Эмпайр На 1000 с копейками Опережают своих соперников По экспириенсу Тоже Ого-го Йоку Не фармит вообще На линии Лесная Энигма У нас И по золоту Эмпайр На 2000 Это как Хочется потрясти Монитор Потому что Есть подозрение Что что-то Сломалось Давайте Хотя бы Поймем Что там Да как Лил у нас В принципе Глубоко ФНГ Еще глубже Ну да Саппорты Проседают У нас Очень сильно По фарму Алоха Дэнс Уже насобирал Себе 1800 По золоту А Олвис Унафлай 200 Ну да Вот они Тысяча с копейками Саппорты Перефармливают Причем Очень сильно Со стороны Команды Эмпайр Алоха Дэнс Вообще Здесь чудеса Фарма Демонстрирует Собирает Уже себе Транквилы Как дела Олвис Унафлай Бутсов Спид Белт оф Стрэндж Немножко осталось До ПТ У нас У Энигмы Пока игра Немножко Запассивилась У нас Ждем экшена ФНГ С одним тапком У Лины Ну Талисман Пауэр Трэд С 1200 Сверху Лина Либо в ранний Даггер Если позволит Опять же Либо в ранний Юл Шестой левел Уже имеется У Спирит Брейкера Есть Турн оф Шадоус Бутсов Спид Ставт Шилл У Скайра Смага Так У Скайра Смага Тут прямая дорога Под фонтан Как он здесь оказался Вообще непонятно Понимаю Рубик пришел У нас и Через Телекин Да Телекин С проюзан Скайра Смага Сюда Под Тауэр Красным пятном Вернули 8 минут сыграно По золоту Эмпайр Так Тролль проседает Где-то Фобос у нас Гонит Сайлента Через Баттл Транс Нет Просто пешком Баттл Транс Сайлент Вообще не учил У нас Резолюшн С ДД На Элидана Элидан Только подходит В принципе Резолюшн Должен его забирать Соник Вейв Есть Лайт Стрекер И тут полтора часа Будет кастоваться Элина не застанет У нас никак Квапу И быстро отреагировать Никак не сможет Что надо поджать Я так понимаю Не может Резолюшн Понять вообще Куда ему идти Блинкануться В принципе можно Еще и подхиливает У нас Элидана Элидан Сейчас будет фулов 720 хп И ДД Сваливается От Резолюшна Надо подойти Йоку сюда Подойти Йоку Это получить Лагуна Блейд Так пошла у нас Пошел Шадоу Страйк Ловят здесь Элидана Стан все таки Проходит от Элидана Лагуна Блейд Будет ли в Резолюшна Будет Лагуна Блейд Резолюшна Разорвала Элидан Просто чудо Творит Последние две игры Последние Первые две игры Сегодняшнего Матча Асус Полар против Эмпайр У Элидана Получается Ну Чуть менее чем все Эмпайр тем не менее По золоту выигрывают Да они проигрывают 3-1 по фрагам Но по золоту Все у них хорошо Так Алоха Дэнс Забирает у нас Чарджер Даркнесс Сможет ли убежать Алоха Дэнс До прохода Сайленса В принципе Убивают у нас Алоха Дэнса 1-4 Ситуация Точь в точь Повторяется С прошлым матчем Тоже был счет 1-4 В пользу команды Асус Пола Здесь у нас Блэк Холл По Элидану Наконец-то Отномстятому За весь ужас Который он Йоку предоставил За все что он Сделал на сложной линии За все что он сделал С мидером команды Эмпайр Именно с Резолюшеном Первый выход От Энигмы Первый Блэк Холл И можно сказать Удачный Потому что Первый у нас был По фарму Как я понимаю Нет Долгое время Линна была у нас Первая по фарму Теперь на первом месте Сайленд Тролль Варлорда До сих пор нет Баттл Транса Четвертый Рейлинг Эксис И Четвертый Фервор От Сайленда Сайленд Есть Пауэр Трэдс Во что пойдет Олвис Вон Офлай Вопрос здесь В принципе Хедреску не приобретает Есть подозрение Что будет ранний Даггер А потом уже Мека И БКБ Глянем 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 Просто надо Промониторить У нас Эникму Пока Хедреску уже Можно было купить И Баклер тоже Практически Собрать Все это у нас Олвис Вон Офлай Не делает А вот Собственно и делает Да Покупает Хедрес И Появляется Чен Мейл Совсем немного До Баклера Вот сейчас натикает Можно сказать Относительно Ранний Мека Будет У нас для Эникмы Если минуты до Тринадцатой Своё дело сделает То Уже будет хорошо Как раз к тому времени Блэк Холл Откадешится Так у нас Квапу размазывало Вообще по земле Хобос Через Чарджер в Даркнесс Через ульту Алоха Дэнс Забрал кстати ульту На страйке есть у Рубика Дождаться появления Резолюшной Теперь можно нормально Файтиться У Йоку До сих пор нет Шестого левела Отправляется на мидлейн У нас Офлейнер Команды Эмпайр Хоть что-то здесь Заработать У Йоку Йоку вообще Очень нужен Шестой левел Все это под Блэк Холл Это обязательно Нужно И чем раньше Тем лучше Савинт Баттл Транс Наконец-то Прокачал Только потому что Идет на Эншентов Так в принципе Он ему Не особо был нужен В лесу По смокам Сразу Трипла Игроков Команды Эмпайр И сейчас Встретится с Фобосом Фобоса Видят Поднимают Фобоса Назад Селекинез Меднайт Пульс Под ноги Где Малифейс Малифейс Поздно Очень Проюзали И Фобос у нас Убегает Как можно так Файтиться Против Спирит Брейкера Еще и Ливинг Армор На него Теперь даже И бежать за ним Хотя есть смысл Бежать Соник Вейф У нас от Резолюшена Фобос отсюда Не уходит Еще один Скримов Пейн Забрали Забрали Спирит Брейкера Разозлилась Команда Эмпайр Не понравилось Им то Как об них Вытирали ноги Асус Полар Прошлый матч Решили Серьезно отвечать Не жалеют у нас Раскастов Совершенно Есть Блэк Холл Нет Блэк Холла Собственно Одна Лина Так одна Лина Без вопросов Надо догнать Здесь Фобоса Соник Вейвом Добить его Пожалуйста Все это Очень просто делается Ну и Наверное В этом есть Некий Залог успеха ФНГ у нас С Овергролсом Просто ждет В кого бы ворваться Миднайт Пульс Под ноги ФНГ боится Выйти Здесь сразу Четыре героя Команда Эмпайр Они постоят В Овергролсе Потом На куски Распилят у нас Дерево И Фобос Не хочет уже Врываться на Сайлента Я бы не хотел У Сайлента уже Есть Яша У него есть Доминатор Он по фарму Опережает Снайпера на Две тысячи То же самое С Линой Слушайте Ну Снайпер Сайлент здесь Вообще Выше головы Прыгнул По вопросам фарма Фобос Побежал За Йоку Мистик Флэр Под ноги Йоку А как Куда Йоку делся Я не понял Йоку просто Размазала Ну и Фобоса Здесь забирают Разменяли Оффлейнера На оффлейнера И плюс Я думаю Команда Эмпайр Сейчас посмотрим ФНГ Бежал давать Овергролс Можешь возвращаться Давайте Давайте Файт Рекап Мне Срочно Да Эмпайр в плюс Всего лишь Двенадцать По голде И там Двести по экспириенсу Но тем не менее Фобос подороже Будет парень Чем Йоку Как-то не печально Для команды Эмпайр У Йоку Есть шестой Левел У него Есть Даггер Блэк Хол У Энигмы Есть Мека Тоже Для Олвейс Фонофлая Готово Сейчас Еще и Одиннадцатый Левел Восемнадцать Не хватает По экспириенсу Любого Вообще Крипа Самого Слабого Самого Рахетичного Надо забрать Погоня За Фобосом Уходит ли отсюда Фобос Кьюера нет У нас У Йоку Одиннадцатый Левел Для Энигмы Ой Я запарился Вообще Я так ждал Энигмы Одиннадцатый Левел Думал тут второй Блэкхол Какие вторые Блэкхолы Блэкхолы у нас не качаются Вплоть наверное До шестнадцатого До пятнадцатого Когда качать уже Нечего Блэкхол просто действует Четыре секунды На любой Вообще Степени прокачки Поэтому Игроки Профессионального уровня То Мэли Фейс Здесь в Максе То Миднайт Пульс Но Миднайт Пульс Уже в Макшен И Демоник Конвершен Тоже Вот Энигмы в Макс Лина уже бегает С Юл С Юлом У Тренд Протектора Появляется Пойнт Бустер Так Скайра Смак У нас забирает Тролля Это же не честно Тролль намного сильнее Ну тут рассказ Понятное дело Мощный Незерстрайк Опять у нас дарят Алоха Дэнсу Нет Это Это все Эмпауэринг Хейст Ну и быстрее бежать Стал Рубик Тоже Некий плюс В этом есть Да Фобос на этот раз Незерстрайк не отдал Но там и не провязали По-моему Незерстрайк Игроки команды Эмпайр По-моему Очень быстро Там где-то слился У нас Алоха Дэнс Йок где-то РП потратил Я Пропустил данный момент Прошу прощения Давайте глянем Как дела по золоту Эмпайр проигрывает На 3 фрага И при этом Эмпайр Опережают команду Асусполар На 3,5 тысячи По экспириенсу Тоже 2 тысячи Они выигрывают При том что Убивали гораздо меньше Здесь опять же Здесь Сайлент Он как-никак В топе И опережает своих Оппонентов На 1100 Вроде и немного А вроде и Эмпайр Должны терпеть Казалось бы Но Сайлент Тут свое дело делает Хотя опять же Совсем недавно Было 2 с копейками Постепенно к нему Приближается FNG Overgrowth Не будет жалеть На Сайлента Лина уже Недалеко Вторая Второй Лагуна Blade Сайлент Убежал Отсюда Что-то Видимо Хвостом Почувствовал Так У нас вышли На Вышли у нас На Лину Лина поднимает Себя в ветра Куда тут На приземлении Поймали у нас Лину И Dragon Slave От Рубика Always wanna fly До сих пор У нас Бегает С Блэк Холлом И у Магнуса Есть Риверс Полярити Почему бы Эмпайр не подраться ФНГ Преследует Здесь всю Команду Эмпайр Просто чекает Где находятся ребята Ну и палит Всю контору Тут собственно Ворваться Куда-то Невидимыми И неожидаемыми Не получится Визалюша На мидлейне Подпушивают Тауэр Должны забирать Т1 Хотя бы на миде Фобос Отправляется На собственный Фонтан И скорее всего Сюда побежит Ну Йоку Есть Риверс Полярити Йоку Врывается у нас РП по году Привозит его Я так понимаю К Олвис Вон Афлай Где же ты Олвис Вон Афлай Гнайт Пурс Под ноги Йоку сейчас будут Расстреливать Фобос Бежит у нас за Олвис Вон Афлаем Разворачивается Алоха Дэнс С Драгон Слейвом Дай же ты его Перед смертью Просто Минус 3 Сливается Эмпайр Мув Неудачный Йоку Ворвался В одного года Привез его Непонятно Куда У ВС Вон Афлай Был далеко Малифейс Сдался Слишком поздно Года не убили Вообще Никого не убили 6.11 У Асус Полар Знают Как отвечать На такие мувы Сразу За наглость Наказывают Команду Эмпайр И Т1 Продолжает стоять И Асус Полар Еще и Рошана Забирает У Эмпайр Как-то здесь Посыпались Посыпались Фобос Вместе с Лилом Разваливает Постепенно У нас Инигму Резолюшн С ДД На Фобос А Шадоу Страйк По Фобосу есть 3 секунды не будет Разобрали у нас Спирит Брейкера Инигму Разменяли на Двух героев Команды Асус Полар Правда Перед этим Три в ноль Слились Но тоже неплохо Что и Рошана Забирает команда Асус Полар Ух Сайлент Неудачно ворвался Сюда мне кажется Резолюшн Погоня пошла За годом Года есть Аегис Йоку Начинает наваливать У нас году Год развалился И вся команда Асус Полар Черт знает где Года здесь Просто на куске Разорвут Все убивают Года Доминейтинг Для Резолюшна Резолюшн опять Начинает серьезно Вести себя Все у него хорошо Все у него качественно Не сливаться бы еще К Лейту Вообще было бы Расчудесно Кто хоть скажите Какие шмотки На эту игру ставил У кого там Какая степень доверия Своему любимому клубу Кто за Асус Полар Кто у нас за Эмпайр Кто болеет Кто просто ставит Потому что адекватно Оценивает шансы Одной или другой Команд Ну или неадекватно Расскажите в чате Хоть интересно Посмотреть Что там у нас За азартный народ Собрался Always Wanna Fly Always Wanna Fly На топ лейне Фармит Дальше Мека есть 250 на руках Always Wanna Fly Будет теперь выходить В даггер Пока что Блэк Холлов Кроме тех Которые были Соло на Лину На топ лейне Я не видел И по-моему Их не было Йоку Когда провязал РП у нас в одного года И привез Года на Скювере Так не дождался У нас Блэк Холла От От Always Wanna Fly Ну и ждем 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 Блэк Холл Это всегда ярко Интересно Квапу разбирают Подфиддил Здесь резолюшн Вроде бы есть Блинк Вроде бы сам по себе Крепенький такой ПТ на силу И Сайленс есть Где-то кого-то подстопить Но подфиддил РП Опять в одного года Сразу же поднимают У нас Магнуса Йоку Скорее всего Здесь останется Always Wanna Fly Бежал давать Блэк Холл И в трамвай Просто врезался Фобос его встретил Сразу же Чардж оф Даркнесс Я думаю С сотрясением Энигма отсюда убегает У Рубика Появляется Даггер Никак Пара Энигма И Магнус Пара Блэк Холл И Риверс Полярити Пара Always Wanna Fly И Йоку Не встретятся у нас В Своей массу Ульте АОЕшной Никак не получается Реализовать комбинацию Но когда получится Я думаю Это будет супер чудо Лишь бы не было Слишком поздно Потому что Асус Полар Набирают обороты У них все В принципе По героям хорошо Они Ровненько идут По фарму Никто особенно Не проседает Да тут Тренд протектор Не самый конечно Жирный И Скайросмаг Тоже бегает С одним ПТ И нул талисманом Ну Скайросмаг Я видел как в игру Выигрывали С одним ПТ И нул талисман Дал рассказ Отправился в таверну И забыли вообще О тебе Поэтому тут Не критично То что Лил бегает У нас Без артефактов А вот то что Йоку третий Снизу по фарму Это критично То что Флейнер Так сильно Проседает По золоту Это действительно Проблема Алуха Дэнс На Рубике Тоже В принципе Кое что На фармил На 22 минуте Есть даггер И то неплохо Я вон на мидере Не всегда могу Даггер себе позволить На 22 минуте По золоту Эмпайр Выигрывают 1500 По экспириенсу Уже Асус Полар 2.5 Начали побеждать У Фобоса Есть Владмир Есть Урнов Шадл Сворп Веном И Пауэр Трэдс И сложное Вынес неплохо У Йоку Тут только Даггер И Аркан Буцы Йоку Бедняжка Вообще У Годан На снайпере Уже есть Энжин Яша Есть Маск оф Мэдас Так Баттл Транс Оттроля Куда 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 Эншенты Нет Не Эншенты Т1 Есть У Йоку Даггер Есть У Йоку Эншенты Врывайся И давай Эншенты Йоку Опять Врезается У нас Фобоса Йоку Скорее всего Здесь и останется Да Йоку Погибает Забирает Свой ульт Вместе С собой Под фонтан Что ж Такая Непруха Того Эмпайр Не то что Прям сильно Жалко Но Просто хочется Посмотреть Шоу А РП Плюс Блэк Хол Ну Что может быть Более ярко Я даже не знаю У снайпера 1400 по золоту С Энджин Яшем Масков Мэнесс И Рингов Аквила Имеется Также ПТ у нас Для снайпера Тренд протектор Практически Насобирал Уже себе На Аганим Остается всего лишь 500 для ФНГ Теперь давайте По команде Эмпайр Мидер Команды Эмпайр Резолюшн Еще собирать И собирать До Блэкинг Бара Есть Оркит Есть Пауэр Трэдс У Энигмы У Энигмы Есть Мека Есть Огрклаб Солринг И Пауэр Трэдс У Магнуса 820 после Даггера Плохо Рубик 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 у нас Здесь тоже С Даггером Солрингом И Транквил Бутсами И у Тролля Есть Манта Стайл И Доминатор И у Лины Появляется О горе Для команды Эмпайр Аганим В прошлом Матче Бедняга Сайлент Формил Формил На Луне Покупал БКБ Все делал В принципе Правильно И по гайду Но это Лина Вообще На Юли Вертела Этот БКБ Через Аганим Все делается Очень просто И у нас Половина ХП Еще до Проюзанной Манты От Сайлента Отвалилась От него А дальше Иллюзии Рахитичные И сам Сайлент Еле-еле Там Вообще Прокаст Выдерживал Ну и с руки Конечно же Лина В мидгейме Да и в лейте Да и просто После Четвертой Пассивки Сейчас В частности Посмотрите Скорость атаки Там конечно Лине было Луне было Предостаточно Дэмажа нанесенного Появляется Аганим у нас У тренд протектора Команда Асус Полар Получила Те артефакты Которые Им необходимы Для самых Удачных файтов Вообще У Эмпайра Эти артефакты Должны были Появляться Пораньше И они появились Пораньше Не артефакты И артефакты И скиллы Какие-то переломные У Магнуса Появился Даггер Но его толком Не реализовали У Энигмы Появился Блэк Холл И до сих пор У нас Овес Вана Флай Один раз Его провязал Это было так давно Что же и не вспомнить У Резолюшена Тоже появился Оркед Как-то Найти Применение Этому Оркеду Не получилось Поэтому они проигрывают По золоту Правда 2500 впереди По экспириенсу 4 проигрывают Игроки Команда Эмпайр Ну и Асус Полар По фрагам Впереди У них 16 Убитых героев У Эмпайр Только 9 Уже весь лес зеленый Все тут Тренд Протектор Чудят Что ФНГ Готов рываться В Сайлент Как я понимаю Свой среди чужих Увидели у нас ФНГ ФНГ должны разбирать А у кого там гем Гем у нас Уолвейс Монофлай Все С тренд протектором Мы очень быстро разобрались И выходят на Т2 Игроки Команда Эмпайр В это время Асус Полар Занимаются Перемещением Непонятно где Непонятно зачем Массу спор Дефать Т2 Не идут Эмпайр Через лес Быстрее Куда-то на Мидлейн Как я понимаю В жизни не поверю Что такой внешний вид Может быть У какого-то Лечебного Волшебства Тренд протектора Какой же это Протекшн Это ужас какой-то Какая-то чума Я не знаю В лесу Так У Скаррисмага Появляется Форс Тафф И кто-то там Приобрел себе Уже Мейлстром А это Снайпер Это год у нас С Мейлстромом Две стол Сайлента Сайлент по-прежнему Держится в топе На Практически на 2000 Опережает У нас года Резолюшн 11300 Есть у него БКБ 10 секундный Оркит Есть для квапы Ну и Чуть-чуть там Вспомогательных Артефактов Гем Как я понимаю Always One Of Fly У Энигмы Появляется Митрил Хаммер Есть Огр Клаб И Always One Of Fly Выходит В БКБ Зацепили Фобоса Фобоса Возвращает у нас Назад Чарджу Даркнесс От Фобоса И бежать Малифейс Успел ли повесить Нет Не успел Always One Of Fly Повесить Малифейс И лил отсюда ТП Аут Вышли Непонятно Зачем Игроки Команды Эмпайр Не смогли Никого Забрать Алоха Дэнс Уже Готовится Что-то Здесь Подукрасть Но Украл А Украл Что он Украл Украл Ice in the Forest Забрал Утрен Протектора Перед его Смертью И теперь Много Вижена Будет У команды Эмпайр Много Надо Быстрее Потыкать Вообще Эти Глаза Как можно Быстрее Алоха Дэнс Желательно Не сливаться Тут реально Можно Все Превратить В локацию Которой Будет Управлять Команда Эмпайр Влила РП Йоку Не жалеет Потому что У Йоку Были с ним Проблемы И повторять Их не было Никакого желания Где Always Wanna Fly Энигма Ловит Здесь Элидана Элидана Развалили Always Wanna Fly Где Блэк Хол Дальше У нас Дальше У нас Драка Фобос Блэк Хол Не влазит Все равно Стопует Always Wanna Fly Полностью Блэк Хол Разваливаются Здесь все От года У года Ультра Килл И только Квапа Отсюда Отваливает Пока мы Смотрели Где Блэк Хол И где Миднайт Пульсы Где у нас Одно Второе Пятое Десятое Год Занимался Своим Привычным Делом На снайпере Просто Нажимал Райт клик Иногда Посыпая Все это Шрапнелью В итоге Это Ультра Килл Для года Ну и Ультра Килл Года Это не Ультра Килл Года Это был Обычный Ультра Килл Только Сделал Вот его Год По золоту Эмпайр Сейчас Просядут Достаточно Сильно По экспириенсу Они уже 4000 Проигрывали Сейчас Графики Обновятся Отвалятся Наверное 1000 на 7 Ну и Год 400 тонн На руках В принципе Уже Можно Покупать Мьелнир Да еще И останется Куча День А можно Выходить Сразу В скаде Есть Подозрение Что Снайпер Именно Этим И Займется Роха В это Время Сыпется Асу Сполар Его Заберут Нечем Здесь В принципе Драться Магнус Только-только Появляется Эрпен Нет Блэкхола И Я думаю Тролль Варлорд Примерно Веру В свою Неубиенность Потерял Куда Тролль Никого У нас Не убил 18 Левел До Недавнего Времени Сайлент Был Макс Нетворс На Карте Топ Вообще И Все равно Ни Одного Фрага Да 9 Ассистов Но При Че в чатике Так спокойно И правда Ребят Че в чатике Так спокойно Придумайте тему Пообщайтесь По интересам Я не знаю Разойдитесь Так Ну что Врыв у нас Пошел На Иллидана Иллидан Все просто Так решает Поднимает Веулы И бежать Отсюда Ну должны Хотя бы Здесь у нас Иллидану Хоть что-то Сделать Игроки Команда Эмпайер Резолюшн В БКБ И Фобос Отсюда Уходит Забрали Только Лину В данном Файте Но это Уже Неплохо Фобос Будет дальше Гнать Команду Эмпайер Как я понимаю Always wanna fly Через 40 секунд Блэкхол У Магнуса РП уже имеется На паузу Ставит у нас Год Полминуты Нам хватит Посмотреть артефакты Я озвучивать их не буду Если вдруг Что новое появилось Посмотрите БКБ Новый у Спирит Брейкера Скади Вот Приобретается для года Идеальное вложение Средств У Лины Помимо стремной Прически Еще и Алтимейтор Появляется У Тренд протектора Мы видели Аганим Есть Так У Тролля Немножко До БКБ У Рубика Есть Даггер Это все Было Это все Старое Угр Клап И Митрилхаммер У Энигмы БКБ Пока что Нет И у Квапы 3-100 на руках Все Больше Ничего Ну Троллю Нужно Фармить Фармить Еще раз Фармить Или хотя бы Драться Драться Еще раз Драться Тролль Варлорд Бедняга Здесь 10 ассистов Дайте Хоть что-то Сайленту Убить Он Способен Убивать Он Серьезный Керри Которого Гора Опыта За плечами Ну Как-то не Поперло Сайленту Ну Наверное Даже не так Сильно Не поперло Как В В Прошлой Периодически в ноль идут по золоту. И Асус Полар теряет у нас еще и Экспириенс. На фоне команды Эмпайр. Так-то они его, конечно, зарабатывают. Ну, год уже нафармлен до зубов. У Скайрос Мага уже есть Форст Тафф. У Фобоса тоже тут черт знает что. Они артефакты. Но они у него есть. На них он сам заработал. У Трэнд Протектора появляется Квартер Ставк. Как я понимаю, ФНГ у нас выходит в Рефрешер Орб. Трамвай по имени Фобос уже у нас летит. К Вапе. И что, Фобос застрял, что ли? Нет, не застрял. Фобос просто остановился, посмотрел, где у нас... Кто находится. На Эншентах Сайлент. Видят ли его? Нет, Вижена нету команды Асус Полар. Вообще, кстати, по Вижену у Поларав какая-то беда абсолютно. В своем лесу что-то тут еще кое-как завардили. Вражеские вообще не трогали. Да, при том, что есть Трэнд Протектор, который под Инвизом может войти во вражеский лес и все здесь завардить. Элементарно вообще. Но то они и Ice in the Forest. И Ди Форест, и там варди. Нет, он так не поступает. Пока что относительно пассивно играет ФНГ. Игра успокоилась. По золоту Эмпайр чуть-чуть выигрывает. Что говорит о том, что они фармят получше. Ну и по Экспе немножко отбивают тут. Преимущество команды Асус Полар. Глянем, что Эмпайр организует. Пора уже все-таки им выходить. Кстати, что там? In the Forest и Olohy Dance закончились, да? Да, закончились. Срываются у нас на Рубика. Рубика расковыряли. Очень-очень просто. Еще и год мимо пробегал, убил. Кого-то там убил. По-моему, тролля убил. Чей-то был тролль, я так и не понял. Скорее всего, Сайлентовский. А может ушел просто со спота. В принципе, не так важно. Резолюшена здесь увидели. И, скорее всего, на Резолюшена побегут. Резолюшен где-то у нас под Виженом команды Асус Полар пробежал. Сейчас опять, наверное, видят Резолюшена. Квапа быстрее отсюда лететь. А где файты? Драка! Драка, где это все? Овес он офлай уже с БКБ. Юзай БКБ и беги, дерись. Просто под Йоку, под Рубика, под Квапу. Кстати, под всю эту ерунду, под весь рассказ, неплохо было бы Квапе купить Аганим. Уже есть деньги. В принципе, Резолюшена на Аганим. Но данный артефакт он не приобретает. Разгон от Фобоса на Квапу. Сразу же с Салона на Фобоса. И что теперь? Йоку! Ульта пошла от него. Соник Вейв от Квапы. Вот это рассказ. Тут и Овес он офлай в принципе не нужен был. Офигительный реверс полярити от Йоку. Это то, о чем я говорил. Это то, что у него великолепно получается. Дальше на Скьюри. Года должны забирать. Год не настрелял ни по кем. Триплкилл у нас от Сайлона. Просто надо было дать ему возможность убивать. Олвес он офлай. Раздулся здесь в БКБ. Проходил. Походил. Показал, что качается парень в порядке. Ну и все. Борцовские руки пошел дальше. Минус 4 команда Эмпайр делает. И в этом файте очень много денег заработало. Вот прям вот представьте себе просто много. Это больше, чем просто много. Потому что они терпели, терпели, терпели. И тут, я же говорю, деньги тут не по курсу вообще считаются. Там можно посмотреть. 2000, 3000. Но они в файтах деньги вообще не зарабатывали. А здесь в файте им капнуло дофигища. Просто у Резолюшена появляется Хекс. Все. Какой аганим, если можно собрать с Айтов Вайц. Т1. Т3 точнее. По мидлейну развалили. Эмпайр ее и отходят. Из внешних товаров команды Асус Полар только Т2 на нижнем лине. У Сайлента 5200 на руках. Вот они. Два шарика Сайлента. Два Ultimate Arby. И для Сайлента уже, в принципе, готов. Айвов Скаде. Да уберите их с экрана, вы, а. Уберите. Сайлент по фарму по-прежнему на первом месте. 20000 с половиной. У Сайлента у Резолюшена. Топ-2. По фарму 17700. 17000 года на снайпере. Опять же, Асус Полар выигрывают по фрагам. По экспириенцию по золоту Эмпайр уже впереди. 8000 за Эмпайр и по экспириенцию менее пятерки. Получится здесь, не получится. У Эмпайр додавить это такой вопрос. В принципе, год-то перефармлен дико. У года все великолепно. По набору артефактов. Ультра килл один раз сделал он уже. Ну тут, правда, и трипл килл делал у нас. Как же скучно Сайленту играть. Он просто всю игру бегает и фармит. Он только сейчас сделал трипл килл. До этого в файтах никого ни разу не убил. Вроде такой мощнейший потенциал у героя. Ну а по фрагам не реализован вообще. Им пауэр на нем лежит. И волк опять же рядом бегает. Бустит по демаджу. Демаджу. Фобос решил ворваться. Куда, Фобос? Куда? Быстрее бежать на крипов и тэп аут. Вот так вот. Наверное, правильно. БКБ, тэп аут сразу же. Йоку, РП не стал юзать. Была попытка, не догнал бы. Ну Фобос тут реально на опыте вообще сыграл. Нелепо смотрится снайпер. Просто посмотрите, как он бегает. Как он бегает, прыгает. Что это такое? Что это такое? Даже смотрится странно немножко. Команды разошлись. 7, 500, даже 10 где-то в пользу команды Эмпайр. По экспириенсу 4 с лишним тоже в пользу Эмпайр. Но давайте по вещам пробежимся. Квин оф Пейн у нас Сайтов Вайс приобрела. Орки есть, БКБ имеется. 2 600 на руках у Резолюшина тоже есть по деньгам. Есть Даггер у Овесона Флай. Есть БКБ 9 секундный для Энигмы. Блэк Холл Энигма нормальный. Пока что не юзал. Магнус. БКБ есть 10 секундный. Блинк Даггер, Форс Став. И у Рубика Даггер. Так, ну что, пошли у нас цеплять ФНГ. Должны здесь его забирать. Хекс не жалеет Резолюшн. Быстренько справились с ФНГ. По шмоткам Троля. Будем вообще перечислять. Ну давайте. Во-первых, 3000 на руках у него. Есть уже Хелмов Доминатор. Скорее всего, в Сатаник пойдет у нас Сайлент. А в Скаде есть. Манта Стайл, БКБ, Даггер, Фейсбуцы. У Спирит Брейкера. Владмир Урнов Шадов, БКБ и Плейт Мэйл. У Снайпера там Скаде, Мэйл Стром. И в БКБ выходит у нас год, насколько я могу понять. С Энжин Яша, Пауэр Трэдс тоже есть. У Лины. Уже есть Юл, есть Био Септер, Аганим и Алтимей Торп. Ну и Скоро Смак. Мы, в принципе, видели Форстаф. Больше пока ничего для Лила не имеется. Эмпайр, ждут Рошана с секунды на секунду. Все, Роха упал. С какой же скоростью Сайвент у нас Рошана заберет? Сходом Пауэром, без ДД, но тут всего предостаточно. Баттл Транс, все понятно. Роха падает очень быстро и Асус Полер не успеет. Сайвент, 3 900 на руках. По фарму по-прежнему на первом месте 22 тысячи уже он заработал. Снайпера 19 300. 2 200 по золоту в руках у года. Немножко не хватает до Блэкинг Бара. Немножко 700, но для снайпера это и правда немножко на 43-й минуте. Как-то подприостыл у нас экшен. Команды уже опасаются друг друга. До этого только Эмпайр. Ходили вместе и толпой. Теперь Асус Полер. Практически не расходится даже Фобос, который вроде в любой файт мог бы ворваться. Старается держаться близко к своим партнерам по команде, чтобы где-то не подставиться. У Резолюшена 5000 по золоту. Еще один Сайд оф Вайс покупай. Или Рефрешер Уорп вообще Резолюшен может купить. Аганим уже наверное бессмысленно. На 45-й минуте под смоком команда Эмпайр. Готовы заходить на вражеский хайграунд. Йоку уже здесь стоит на хайграунде. Спадает с него Смок. Все все увидели. Йоку готов залетать. Даггер есть, РП третьего левела есть. У Уэсуна Флайер Блэк Холл тоже имеет. Разгон на Сауд Фобоса. На Резолюшена. Под ноги вместе Флэйер. Резолюшена просто размазал. Ул Уэсуна Флай. Блэк Холл по троим БКБ. Ул Уэсуна Флай. Немножко поздновато. Ну что, команда Эмпайр в данном файде сыпется. Сайлент начинает нарезать здесь. Где Сайлент, кстати? Сайлент начинал нарезать у нас по команде Асус Полер. Но еле-еле бегает Сайлент. На Фобоса. Фобос уходит отсюда. На Лоха Дэнс недалеко. Фобос возможно умрет. Да, умирает Фобос. Сайлент. На Лоха Пэ Лина и Снайпер. Могут здесь, в принципе, Сайлента не выпустить отсюда. Стан по Сайленту. Резолюшен. Нарал у нас на года. Год под Ливинг Армором отсюда уходит. Фобос вгрызается у нас в Резолюшен. А Резолюшен на Лоха Пэ бежать отсюда. Ну и Сайлента будут пытаться здесь разобрать. Сайлент без БКБ. Сайлента расковыряли. Эмпайр попытались зайти на хэкграунд. У них не получилось. Асус Полер ждали их. Ждали их вообще. Затаив дыхание, его, собственно, встретили. Горячо, радушно. Заходите, раздевайтесь. Минус 4. Еще и с байбэком Резолюшена. Короче говоря, много опыта. Много денег отыграли в этом файте. Асус Полер. Сейчас посмотрим. Проигрывали до этого 14. И по экспириенсу 7,5. Теперь по экспириенсу проигрывают всего лишь 2. А по золоту с 14 спустились до 10. У Лины появляется Хекс. Как же Сайленту все это пережить? У него всего лишь 7 секундный, 8 секундный Блэк Кинг Барр. Тролль Варлорда кайтят. Ему нельзя подойти. Ему бы Форстаф вообще. Или его бы кто Форстафил. Потому что именно Тролль Варлорд здесь нуждается в блинке больше всех. Он не может добраться ни до Лины, ни до Снайпера. С Карасмага поймали. Резолюшн все в Лила. И сейчас Сайлент будет еще и от Лила. Лил живет. На удивление очень долго живет у нас Лил. Под Шадоу Страйком скорее всего сгорит. Келлинг Спри от Резолюшена убили. Кого убили? Убили у нас Рубика еще к тому же. И убили Резолюшена. Асус Полер так жестко огрызнули. И что Эмпайр бежит просто под свой Тауэр. Под свои Тауэра на Хайграунд. Блэк Холл и Олвейс Вона Флая. Через 25 секунд у Йоку есть. Риверс Полярити. Но Соло Магнус врываться не будет. Его очень быстро разберут. Этот РП на 3.75 это конечно мало. Пока некому бить. Тролль Варлорд. Перебитает себе Джевелин и берет себе Демон Эдж. А против кого это все? У кого там вообще есть вороты? Я так и не понял. Ни у кого воротов нет. Тролль просто покупает МКБ. Чтоб был. У Трэн Протектора уже есть Аганим. И есть... Есть также Рефреш Рор. Маны вроде бы тоже хватает. 200 плюс 200. Так, РП пошел у нас от Йоку. И Йоку не увозит с собой года. Блэк Холл у нас по двоим игрокам команды. Асус Полар. Но они переживают год. На половине всего лишь ХП. Овергрофс от ФНГ. Причем сразу 2. Ну и Эмпайр на лоу ХП отсюда бежать. Сайлента разобрали. Яй-яй, как же неприятно. Сайлента убили и у него нет байбэка. Команда Асус Полар живет. Ну, неприятно, конечно, для команды Эмпайр. Ну, Асус Полар. Вот это закомбечили. А не будет 80 секунд здесь Тролль Варлорда. Нет Блэк Холла. Нет РП. Да и РП, даже если есть, толку от него вообще никакого. Йоку без демеджа. Йоку не может ничего сделать. Рубик. Тоже, в принципе, не самый серьезный боец. Резолюшн. Погнал у нас ФНГ. Будут ли его сейвить? Должны. Это было бы как-то осмысленно. Резолюшн. Врыв на Иллидана. И разваливает Резолюшн. У Резолюшна тоже, по-моему, нет байбэка. Да, нет байбэка у Резолюшна. Даблки вот года. Минус 3 уже делает. Команда Асус Полар потеряли тренд протектора, но он дал два овергроуса. Он уже не нужен здесь в файте. Вот это Асус Полар закамбэчили. Always Wanna Fly сюда подошел. Ну и отогнали Магнуса куда подальше. Сносят Т3. Сносят бараки на нижнем лине. Сразу же, я так понимаю, на Т4. Или нет? Год, да. Год у нас валит Т4. Магнус только один. Магнус ничего здесь не сделает. Грибы пошли у нас бить Т4. И год занимается разбивкой Т4. Здесь есть Т2. С одной стороны и с другой. Скромничают игроки Кмана. Асус Полар боятся подойти. Но Т4 один развалился. Второй Т4 тоже сыпется. Асус Полар не будут эту катку никому отдавать. Сайлент, когда же ты появишься? Как же долго тебя нет. Сайлент появляется и говорит, а что такое? А что здесь произошло, пока меня не было? А где наше строение? Вот это неудачно. Сайлент, конечно, отъехал. У Снайпера 7 тысяч по золоту. Я даже не знаю, что толком покупать. Половину карты просто вот эту выкупить. Вот эту. И построить здесь какую-нибудь большую статую Снайперу. Чтобы никто не мог туда заходить. Но денег невероятно много у Снайпера. По-моему, он, кстати, обогнал Сайлента. Так и есть. 27 тысяч у нас год. И 26 тролль-варлорд. Куда Фобос там бежал? Никуда, просто на крипов. Это дикий камбэк. С 14 тысяч поражения. Вот Асус Полар на 6 с плюсом по золоту. Это 20 с лишним тысяч. За сколько? За мало вообще. За 12 минут по экспириенсу. 8 проигрывали Асус Полар. Теперь 12 выиграют. Тоже 20 по показателям все. Камбэк. Просто не камбэк. Это камбэч еще от Асус Полар. 20 тысяч наковырять за несколько минут. Это дорогого стоит. И Асус Полар, кстати, по золоту уже не знает, куда его девать. У Лины 2400 есть. Но и Лина, скорее всего, в Этериал Блейд. Пойдет угода 7 тысяч на руках. У него есть все, что только нужно. Сэнджин Яш разве что продавать и покупать что? Я не знаю, что покупать снайперу еще. Что вообще здесь могло бы пройти. Бабочку нет смысла. Хотя есть смысл покупать бабочку. Есть. Смысл покупать бабочку всегда есть. Тут даже снайперу, я не знаю, башер вообще можно будет собрать. И не лишним будет. Абисал Блейд. Перебрести снайперу и разваливай себе сколько хочешь. По-моему, процент 10, если не ошибаюсь. Ой, 10. Сколько там процент баша? Одну секунду. В дальнем бою. Да, 10 в дальнем бою. 25 в ближнем. Ну и бей, пожалуйста. Почему нет? За секунды, за секунды полторы обязательно один баш да пройдет. Там попробуй выйди вообще. Еще один пройдет и еще. Снайпер очень сильно стреляет. Резолюшн стоит, ждет на хэкграунде своих, в принципе, своих палачей, потому что команда Asus Polar идет сносить. Год стоит, настреливает. У него 5500, а откуда деньги ушли в Году? Году ушли деньги в Day Davos. В принципе, Курьеру только до Деменеджа. Надо след... Деменеджа, да, называется? Да, Деменедж должен еще прикупить у нас Курьер. И, в принципе, все, у Года все будет необходимо. Врыв у нас от Сайлента. По Году. Год под БКБ бежать. Год, кстати, без Аегиса останется. ФНГ. Ульта пошла в Сайлента. Сайлент начинает расковыривать у нас ФНГ. Блэк Холл от Оллэсона Флая. Год. Не проседает по ХП. Теперь Сайлент здесь. Год. Попытается еще кого-то настрелять. Да у нас камбэк на камбэке. И камбэком погоняет. Два раза разобрали Года. Сейчас Фобоса убьет команда Эмпайр. Какие все истеричные, а? Просто психованные. Что одна команда, что другая. 2832. По итогам этого файта 9... Да какие 9? Десятка по золоту у нас в сторону Эмпайр. По экспириенсу 11200 тоже в пользу команды Эмпайр. Я думаю, Асус Полар пропало желание заходить на хайграунд коллектива Эмпайр. Сейчас посмотрим графики. Там 20 вроде как отыграли недавно Асус Полар. Только за этот файт 11 отыграли Эмпайр. 12 тысяч проигрывали они по золоту. По экспириенсу проигрывали 13 тысяч. Сейчас глянем. Да просто дикость какая-то. У Резолюшна появляется... Эм... Рефрешер Орб. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, обновились графики у нас. Так, Асус Полар выигрывали 10 по золоту. Сейчас выигрывают 6. Ну и по экспириенсу тут 13 выигрывали. Сейчас только 4 в их пользу. Добл дамит. У Сайлента появляется... Сатаник. И 650 остается после Сатаника. Сейчас забрать Сайлента этого с этим Сатаником. Сайлент... У нас без байбека будет еще тысячу лет. Кстати, байбек-то откадешился. У Сайлента осталось только денег на него накопить. Уже 57 минут. Так, Лина у нас Рубика забрала. Кто позволил? Что вообще здесь делал Алоха Дэнс во вражеском лесу? На 55-й минуте у меня вопросы. Потеряли Рубика. Это уже неприятно. Это не нужно было вообще команде. Эмпайр. Асус по-прежнему впереди. 6000 они выигрывают по золоту. По экспириенсу тоже 4000. Но впереди. Год стреляет как шальной снайпер. Главное не подставиться. Уже есть Дейдалус у нас у... Года. У Спирит Брейкера есть Кераса. БКБ, Сыр. Аэгис, как я понимаю, сбили. И давно уже у нас... Да, это на снайпере был. У ФНГ. У ФНГ рефрешер орб от Кдэшнса. У Овергроуз тоже у ФНГ есть. Асус Полар есть все, чтобы провести удачный файт. Но и у Эмпайр есть все, чтобы провести удачный файт. Тролль Варлорд. Единственный, кто на байбэк должен себя насобирать. И тогда шансы у Эмпайр в принципе очень и очень серьезные. Больше, конечно, верят тут в Асус Полар. Потому что этот снайпер, если на секунду его забудут, или снайперы, или Лина, они же разорвут всех на куски. Просто с километра будут расстреливать. Реально это переть против пулемета. Как это возможно, непонятно. И Шрапнель это не дает нормально подойти тому же Йоку. И опять же, БКБ провязает у нас год. Скьюер не подвезет года ни в какой Блэк Холл. Ну а там сбивается Блэк Холл очень просто. У Лависона Флай, мы уже это видели. И Шрапнель, и... Ну что, Алоха Дэнс. Мало одного раза фидов. Будем фидить второй раз. Гем подарил у нас Лилу. Лилу. 28-34. Алоха Дэнс. Как это так помягче сказать? Ну немножко чудит. Так, год у нас. Резолюшена. Решила сковырять. Почти получилось. В итоге год у нас умирает. Абисал Блэйд для Иллидана. Так вот, нас... Ну, я и об этом говорил для снайпера. В принципе. Но Лина тоже. Да, Лина, наверное, еще и поувереннее. Вариант с ее пассивкой. У Лины Баша будут тут нон-стоп проходить. Плюс... В принципе, плюс... Активный спелл. Вот Абисал Блэйда, Иллидан. Даже если на него будут нападать. Знает, что делать. Этериал. Так, у нас умирает потихонечку. Спирит Брейкер. Фобос тоже решил немножко подфидить. Ну а как без фида скучно вообще играть? У меня есть подозрение, что эта игра будет минут 80 у нас идти. А потом какой-то один файт и минус вся база. По золоту Асус по-прежнему впереди на 7 тысяч. По экспириенцию пятерка тоже для Асус Полар. 3 500 у Иллидана. Сайт оф Вайс есть. Абисал есть. Что, неужели Иллидан там так высоко по фарму? Нет, на третьем месте по фарму. Сайлент уже закупился. Ну да нельзя. Что еще приобретать, непонятно. Уже нету Сайлента тапка. Понимаете? Все. Сайлент в Овергроз попадает. Там Резолюшн, кстати, развалился. Лина в соло убила у нас Резолюшна. Может себе позволить. Овесу на Флай ищет у нас Резолюшна. Ой, ищет здесь Иллидана. Иллидан так быстро бегает. Такой красавчик. Все у него получается. Прошлую игру просто уничтожил команду. Эмпайр в этой игре тоже, в принципе, очень уверенно себя чувствует. Да, по фрагам 10-7 не такой уж серьезный показатель. В прошлом было 21-4, там повеселее было. Но здесь Снайпер 12-4. Хотя год последние два раза подфидел вообще неуместно. Тренд протектор 1 на 5. 6 на 7. Спирит брейкер. И Скайросмаг 6 на 7. Сорны команды Эмпайр. Тролль Варлорд 7-5-14. Рубик 2-12-12. Алоха Дэнс. Что у нас творится? У Йоку 3-6-13. У Энигмы 2-4. И только Квапа вообще за всех здесь рыгает. Старается бедняжкой. Рвет крылья. У Квапы 14 на 8. 1-4-8-12. Так, драка у нас на мидлейне. Йоку РП провязал. И что? Иллидан живет. Абисал Блейд у нас в тролль Варлорда. Тролля разорвало. Дальше за Энигмой. Энигму тоже расковыряли. Что ж такая непруха-то, а? Алоха Дэнс. Еще рассыпется. Выкупается. Здесь Энигма. Блэк Холл есть. У Сайлента Баттл Транс через 5 секунд. Заставили выкупиться. Неужели вы будете отходить? Ребята. Ребята. Асус Полар. Куда вы идете? Уходит у нас Асус Полар. Ну, в принципе, всего-то второй час игры начался. У Снайпера есть Дейдалус. Есть Мелнир. Скади. Сэнджин Яша. Вот это уже можно, скорее всего, продавать Снайперу. И идти дамажить, пушить, убивать. Жутко смотреть на карту. Из-за этих деревьев, засранных Тренд Протектором, просто невозможно встретить. Везде стоят эти красные точки. Кто это вообще придумал? Как это выключить? Вот так. Будем смотреть глазами команды Эмпайр. Потому что на миникарте просто трэш происходит. Ну, в принципе, можно уже ибо и подраться. Команде Асус Полар все откэдэшилось по спеллам, по всем ультам. Единственное, что рефрешер орба нет у Тренд Протектора. Но есть зато Этериал Блейд. Чем тебе не рефрешер орб? Тоже зеленый, тоже дорогой. ФНГ, в принципе, с одним здесь. Овергроуум должен все делать необходимое для Лины, для снайпера. Скорость атаки у снайпера колоссальных масштабов. Появляется, кстати, еще и два джевеля. У нас у Года. А что, кстати, куда, где? Сен-Жин-Яшу, да? Года, я так понимаю, продал. Вроде как Сен-Жин-Яша была у нас для снайпера. Ну, два МКБ, Скади, Йолнир и Дейдалус. Снайпер дамажит с руки просто как полоумный. У Лины тоже с руки колоссальное количество дэмэджа. 325 сейчас. Скорость атаки феноменальна. Йолл уже давным-давно можно было продать и собрать криты. Если Абисал Блейд появился у нас на Лине, то криты не собрать. Но это вообще не серьезно. Криты или... Наверное, нет. Все-таки Сатаник собирать было бы слишком жирно. Лину, если зацепят, Сатанике не поможет. Потому что если ее зацепят, ее зацепят либо в Блэк Холл, либо ее зацепит Сайлент ударами с руки. Там Сатаник Лине никак не поможет. Сайлент ее с Баша просто не выпустит. Асус Полар по нижнему лайнеру. Три игрока здесь, два игрока здесь. Сплит-пуш начинается от команды Асус Полар. Где-то что-то тактику подсмотрели. Чего-то, я так понимаю, Полары. Алоха Дэнс прыгает у нас к Фобосу. Забирает у Фобоса Чарджи в Даркнесс. Готовый Асус Полар заходить на хайграунд. И не знает команда, вообще, Эмпайр, с какого фланга ждать беды. А ждать беды, скорее всего, со всех фланг. Здесь Лил подпушивает Тауэр потихонечку. Как только переагрится на Лила, здесь зайдет Лина. Лина со своей скоростью атаки быстренько с Тауэрами справится. Так, Резолюшн врывается у нас на Лину. Сразу же, сразу же Хекс на Лину. Без БКБ у нас Лина, и Лина начинает с руки наваливать. Как же нереально больно валит у нас Лина. Или Дана пять, половину катки вообще списает. Блэк Холл по ФНГ и по Году. И Лина здесь сдохла в Блэк Холле. И ФНГ разваливается. И сейчас встает у нас после Айгиса Гот. И внимание, что с ним происходит. Года хватило на две с половиной секунды. Нет, ну вы правда шутите, да? Я смотрю. Тим Вайп со стороны команды Эмпайр. Фобос падает пятым на поле боя. Эмпайр сейчас пойдут, просто все снесут. 4.300 Магнуса на руках. Есть Рефрешер Орб. Всего в принципе достаточно. БКБ у Йоку есть. У Резолюшина чего только нет. Ничего у Резолюшина нет. На Рефрешер Орб у него и Сайт оф Файз. Больше в принципе ничего. БКБ это Моркет, это уже дрысня полная. Так, Фобос врывается. Ну, жену, жену. А, это Фобос отменил. Я думал, у меня уже Дота подлагала. Это Фобос у нас отменил врыв. Ну что, должны Энигму забирать. Энигму забирают. Дальше погнали всю команду Эмпайр. Игроки команды Асус Полар. Асус Полар либо до конца, либо вообще бессмысленно. Полары просто прут. Вот это я понимаю, мастбайбеки. Вот это организованная преступность от Асус Полар. Фобос уже под хайграундом практически. Иллюзия Резолюшина. Еле-еле расковыряли. Ну, можно заходить. Энигму забрали. Энигмы не будет, не будет Миднайт Пульса, что очень важно. Скилл важный в любой промежуток времени. В любой вообще части, в любой, не части карты, а в любой вообще, на любой стадии игры. Вот. И уже слова еле-еле собираются в эти как их предложения. Сейчас запинаться начал. Ну, 67 минут игры. Тоже подумайте, сидеть, орать, как оголтелый. Фулл-файв-мен, тимбайбек. Да, это весело. Это весело. Вот было у меня чувство юмора, я посмеялся. У меня уже не осталось. Вот за 67 минут. Не до веселья. Что за супер-крип? А, супер-крип. Что Асус Полар сделали? Они байбекнулись пятером. Зачем байбекнулись, непонятно. Просто, наверное, отпугнуть команду Эмпайр. Ну, отпугнули. А как быть дальше? Как дальше-то быть? Словами Егорки заговорил. А, собственно, Асус Полар байбекнулись. Были в четвером игроки командной Пайр. Сейчас Энигма уже появится. У Энигмы будет Блэк Холл. Не реализовали численное преимущество никоим образом. Теперь сидят на собственном фантазе. А что? Что случилось? Что это за мув такой? Ребята, что Питлорда добавили в карту? Как это называется? Есть какие-то варианты всем в пятером умудриться ворваться на хэгграунд и здесь развалить бараки. Стояли в пятером под фонтаном. Даже удивительно. Ну, любая ошибка здесь на вес золота. Асус Полар вообще не должны ошибаться. Ну, не имеют такого права. Ошибаться они, конечно, могут. Но для них это будет плачевно, потому как просто развалят хэгграунд. Просто будут огромнейшие проблемы у команды Асус Полар. Они байбэкнулись. Байбэкнулись в пятером. Теперь нет байбэка вообще ни у кого в составе команды Асус Полар. У всех идет тайминг. И у всех... Кстати, заметьте, одинаковый тайминг. Хобос немножко здесь опережает своих партнеров по команде. Что Асус Полар будут ждать, пока байбэки не появятся, как я понимаю? Сидят здесь на базе у себя. А Эмпайр пошли пушить. Байбэков нет. А у Эмпайр три байбэка имеются. Есть байбэк у Сайлента. Есть байбэк у Йоку. И у... Он весь он офлайер. Ой. Ой, что это? Ой, что это? Это ультренд протектора. Просто у нас попугал, ребят. В принципе, ничего не случилось. Да, гоним, конечно, это чудо у нас на тренд протекторе. В любой точке карты чудеса можно творить у нас с командой. А вы видите, что да, слово любая точка карты. Просто посмотрите на мини-мэп. Это же какой-то шлак. А не мини-карта. У меня врябит уже в глазах. ФНГ. ТП-аут отсюда как можно быстрее на свой хайграунд. Вот смаком. Команда Асус Полар. Фобос, беги. Фобос побежал за Сайлентом. И Фобос останавливается. Как сильно качнул нас, Фобос. Команду Эмпайр. Ну где это все? Где это все? Где файты? Где экшен? 70-я минута. Ребята, вы дофармлены до зубов. Вообще у вас денег больше, чем... Больше, чем у меня. Я уже даже не знаю, что придумывать здесь, что говорить. Но денег просто реально слишком много у команды Эмпайр. То же самое у Асус Полар. 70-я минута. Хотя у нас тут по золоту всего-то 6 тысяч выигрывает команда Асус. А по Экспириенсу 2 тысячи. Это, я так понимаю, дело к 25-м, да, у нас близится. Нет, 19-го левела Рубик. 21-го Скайросмак, 22-го Тренд Протектор. Тут не все 25-м. Я посмотрел, приблизительно равный показатель по левелам. Не по левелам, а по Экспириенсу. Ну что, Эмпайр, готовы заходить на хайграунд, как я понимаю? Асус Полар, если сейчас их снесут, то ничего не произойдет. Собственно, Асус Полар, если сейчас убивает команду Эмпайр, она байбетчится. И тогда уже да, есть второй шанс. У Сайлента есть все, что необходимо. Еще и 770 сверху. 7 тысяч, точнее 700. У Иллидана. У Иллидана Скадис. Сайт оф Вайс. Абисал Блейд. У Сайлента половину ХП сожрало. Резолюшн врывается на хайграунд. Иллидан под горящей курицей бегает. Аркан... Аркан свинья... Аркан свинья. Я такого не видел. Просто подожженный поросенок бегает по... ...хайграунду команды Асус Полар. Как же Эмпайр злы на них, как я понимаю. После первой Токкады. Это финал Винеров. Долгий, затянутый, но экшена слишком много, чтобы не считаться с ним. Этериал Блейд. Сайлента. Йоку провязал у нас Риверс Полярити. Блэк Холл по двоим поднимает. У нас Олвесу на Флай. Олвесу на Флай летает. Черт его знает где вообще. Почему Олвесу на Флай у нас летает? Опустите его. Разваливается Энигма. Умирает Тренд Протектор. Умирает Энигма. Энигма сразу же байбэк. Резолюшена тоже расковыряли. Выкупается Тролль Варлорд. Здесь крипы доедают Трон уже. Охренеть, что происходит. Минус 5000 для команды Эмпайр за один файт. Вот это прошли. Вот это съездили в командировку. Просели по голоде дико вообще. Очень дико. Все, байбэки у команды Асус Полар будут сейчас. В принципе, уже готовы. Да, все. Все команды Асус Полар есть байбэки. Умирает здесь Алоха Дэнс. В который раз вообще. Сколько десятков раз. 15 раз Рубик у нас слился. Лил, что ты здесь делаешь? Как ты здесь оказался? Лил у нас еще сумасбродит здесь. Лил, скорее всего, еще заберет. У нас Смоук провязает. Заберет Аэгис. Ну, разумно. А, нет, 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 нет. У нас Иллидан забирает Аэгиса. Что Иллидан выбросил? Я не понял. А, Скади на месте. Хекс на месте. Что в Курьере там? Йоу, наконец-то у нас избавилась Лина от данного ненужного артефакта. Но надо идти и команду Эмпайр давить. Заставлять байбэкаться. Квапу. Не заставлять умирать Тролля. 74 минуты. Эмпайр, Эмпайр. Как же тяжело дается им матч против Асус Полар. Не так давно, точнее. Две катки Асус Полар там развалили. Я их не смотрел. Я только там хайлайты смотрел данного матча. Бывшего. Тоже все как-то из рук вон плохо шло. Иллидан готов уже у нас врываться на Йоку. Иллидан Аганим бережет. Аганим тут позволяет развалить любого сразу. Тролль Варлорд меньше половины хп у него остается. Что там такое? У нас фейлы какие-то на соседних стримах? Это хорошо. Это великолепно. Так, ну что. Команда Асус Полар. Файнал пуш или так? Поковыряемся и отойдем. Какой-то бесконтактный бой вообще у нас. Команда Асус Полар. Где-то настреляли команда Эмпайр. От Эмпайр та же история. Положили меднайт пульс под ноги. Друг друга не видят. Йоку запрыгнул и уехал. Йоку так жестко под хвост. У нас, кстати, Лагуна Блейд залетела. Магнус, может, быстрее начал на скьюере катиться. У Иллидана 5700 на руках. Есть, в принципе, Аэгис. Можно идти размениваться. Но Асус Полар пока не собираются этим заниматься. Есть рефрешер орб уже у тренд протектора. Есть овергроуз. И еще много чего могу говорить, что есть. Важно только одно. То, что байбека нет у Сайлента. Если Сайлента забрать, всех остальных можно будет разбить. Некому просто бить резолюшн в соло пятерых. Асус Полар не разберет это. Ну, это невозможно. Это физически невозможно. Магически невозможно. Никак это вообще невозможно. И по одним правилам доты. Иллидан пошел бить по таверу. Шрапнель от года лежит. Года тоже куча дэмэджа. Тавер развалили. Так по чуть-чуть, по кусочку могут и отковырять. Т4 давно уже здесь нет. И постоянно пушится нижний лайн. Постоянно надо на него отвлекаться. У Йоку РПшка есть. Есть рефрешер у Орб. У Энигмы. Без рефрешера. Энигма. Энигма тут вообще на соцпособии. Очень мало денег. Очень мало на фоне даже, опять же, таких же богачей. Таких жирных у нас ребят. Что с одной, что с другой стороны. Энигма супер терпения тут включил. 13 900 всего лишь за 76 минут. Обидно даже. Так, смотрим на байбеки. Больше нас пока ничего не интересует. Йоку. РП по двоим. Сайлент на Йоку. Йоку БКБ. Блэк Холл тоже по двоим. И сразу же Always on a Fly выталкивают. Пошел здесь ульт в ФНГ. Рубик пока что проседает больше всех по ХП. Отваливается у нас Рубик. Потерял Аэгис. Здесь потерял Аэгис Лина. Сайлент на лоу ХП. Сайлента, скорее всего, развалит. У Сайлента нет байбека. Сайлент умирает. Байбек у нас от Йоку. Все игроки команды Asus Polar живы только года потеряли. Always on a Fly бежать отсюда. Ну куда ты уже убежишь? Что тут, собственно, делать? 120 секунд не будет Сайлента. Резолюшн просто врезается в пулемет из Лины. И Лина расковыряла всех, кого можно было расковырять. Год здесь нахрен вообще был не нужен. Без года справились. Трон командой Empire падает. Asus Polar оказались сильнее, выносливее, с более крепкими нервами. Не принимали здесь никаких горячих решений. Не байбекались, когда не нужно было. Байбекались, когда нужно было. Все. Я пошел покупать себе новое горло, потому как это, чувствую, к завтрашнему дню будет недееспособно. Поздравляем Asus Polar. Они выигрывают верхнюю сетку. Это был финал. А Empire падает у нас вниз. И там будут в финале Венеров Лузер Брекет сражаться. Это напомню еще раз европейская квалификация ESL One. Все. У микрофона был друг. Это студия игрокам ТВ. Ребята, я вас очень прошу. Если вам понравилось хоть чуть-чуточку, ну или вообще не понравилось очень сильно, наш Твич, наши трансляции, не забывайте нажимать follow на Твиче. Зеленое сердечко внизу слева под трансляцией. Заходите в группу ВКонтакте. Ссылка прямо под окном Твича. Ну и все воды матчей от комментированных мной и нашей студии появляются у нас на канале Ютуба. Тоже интересно. Ну и Твиттер внизу. Там много-много всего. Мы по соцсетям прям мастера. Все, ребят. Уже критичное состояние горла. Если какие-то вопросы, если что-то вас интересует, заходите в ВК, пишите в личку. Я там администратор в группе ВКонтакте. Ну и, конечно же, нажимайте подписаться попутно. Общаюсь только с подписавшимся. А то фиг ли мне вообще. Все, услышимся уже завтра. Завтра тоже у нас интересные матчи будут. Анонсы все появятся в группе немного попозже. Сейчас из головы уже все повылетало. Это была студия игрокам ТВ. У микрофона был друг. Меньше играйте в доту. Больше читайте книг. Услышимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok